Всем привет! Сегодня для Охотника.нет обзор пневматической PSP-винтовки турецкого производства фирмы Hatsan. Это винтовка AT4410. Это самая бюджетная PSP-винтовка из представленных стоковых моделей на российском рынке. Производится она в нескольких вариантах. Это вариант самой обыкновенной в пластике AT4410. Есть вариант AT4410 с деревянным ложе, то есть вуд. И несколько модификаций лонг, а также достаточно известные тактические модели с тактической рукояткой. Что мы видим? Винтовка с биатлонным взводом классическим. То есть заряжается она очень просто, отводится назад и возвращается в обратное положение. Также у нее есть автоматический предохранитель. Ну, к слову, это не очень удобная штука, особенно на PSP-винтовках. Она необоснованно здесь сделана, но его можно, в принципе, убрать. То есть каждый раз, когда вы ее зарядили, вам приходится перед выстрелом его толкать вперед. До того, как здесь появится красный маркер, позволяющий стрелять. Барабаны у этой винтовки 10-зарядные. Комплектуется, к слову, винтовка двумя барабанами. Если вам нужно больше, то вы можете докупить отдельно. Заряжается она при помощи рычажка. Он подвигается вперед, фиксируется в определенном положении. Затвор выводится назад и вынимается барабан. То есть барабан 10-зарядный, там 10 пуль. Ну, это достаточно много для PSP-винтовок. Чтобы обратно его поместить, вы выводите рычажок в обратное положение, снимаете его с ограничителя и взвод толкаете в исходное положение. То есть винтовка, грубо говоря, заряжена, из-за исключения того, что предохранитель еще стоит. Что еще мы видим? Это планка. Планка обычно классическая делается либо с вивером, либо с ласточкиным хвостом. Тут вариант лучше гораздо. Тут идет сразу и вивер, и наверху маленький ласточкин хвост. То есть если вы купили такой прицел Lippers, на котором стоят кольца вивер, вы можете не расстраиваться, не убрасывать их, а сразу поставить на планку вивер. Или если у вас кольца ласточкин хвост, то вы ставите их на ласточкин хвост. Что еще мы обратим на что внимание? Это восьмерки. У дорестайлинговых моделей она была одна. Но это плохо сказывалось на точности стрельбы винтовки, потому что вот эта вся конструкция была не очень хорошо закреплена, и на дальние расстояния не получалось качественно стрелять. Ну, конструкторы фирмы Hatsan, они, собственно, взяли это на вооружение и поставили две вот такие восьмерки, и эта проблема была устранена. Что идет в комплекте, кроме двух магазинов? Идет устройство для стравливания воздуха из баллона. Игла. Это тонкая игла, здесь стоит уже толстая, то есть вы покупаете винтовку с тонкой иглой, так называемая транспортировочная игла, она не дает мощности винтовке, которая заявлена производителем. Вы должны будете сами устанавливать нормальную иглу. То есть, также идет штуцер для накачки винтовки из баллона или из такого насоса Hatsan, вот как у нас представлен. Вы можете купить другой насос. Hatsan далеко не самый лучший. Можно купить HIL различных модификаций, МК-2, МК-3 и последняя модель МК-4. В комплекте к этой винтовке идут штатные прицельные приспособления. Это мушка-прицелек, то есть вы можете стрелять без оптического прицела, как здесь установлен, просто на не очень далекие расстояния. Но здесь они убраны. Стоит вот такая заглушка, то есть надульник. Вы его отвинчиваете. Отвинтили. Здесь резьба. Звоните в магазин охотника на это и говорите, вам нужен модератор для Hatsan AT-4410. Вам его привозят. Вы его покупаете, вот такой. И навинчиваете. Здесь в конце стоит резиновая прокладочка. Вы ее до конца, до упора, навинчиваете. Он не вращается, не дребезжит и так далее. Смотрите, сразу винтовка длиннее, сразу такой крутой, мощный вид винтовки. Выстрел, соответственно, делается тише. Красота, одни плюсы. Что касательно резервуара. Резервуар хороший. Такой ставится на немецких винтовках. Вераух. Оптимальный объем, что можно закачать, это 200 атмосфер. То есть это рабочий объем для этой винтовки. То, что больше, вы можете туда загнать, это уже красным отмечено. Это не рекомендуется, но вы можете. В принципе, это не возбраняется. Чтобы накачать эту винтовку, вы должны вначале вытащить такую заглушечку. Вытаскивается она либо таким-нибудь стержнем, либо тем же штуцером. Либо можете вывинтить баллон. Потому что, когда он полностью закручивается, и при вставлении штуцера вы можете царапать створ. Что касается накачки, то насосом это порядка, наверное, 15-20 минут. В зависимости от, скажем так, физических качеств человека, который будет использоваться эту винтовку. Ну, либо вы можете купить у нас в магазине баллон высокого давления, заправочную станцию и накачивать в свое удовольствие. У нас большой выбор баллонов различных. От самых недорогих до премиум класса, разного объема. То есть от 4 до 12 литров. И стреляете из этой винтовки. Очень хорошая, рекомендую. То есть винтовка из коробки не требует особо никаких доработок. Просто покупаете, меняете иглу, накачиваетесь и пользуетесь этой винтовкой. Всем удачи! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.